Это видео четвертая серия в цикле выпуска во так называемой Южной Осетии. Все, что вы услышите сегодня, будет базироваться на знаниях, полученных в предыдущих частях. Именно поэтому, если вы хотите полностью погрузиться в проблематику Цхенвальского региона и понимать отсылки из данного ролика, настоятельно советую пересмотреть с первой по третью серию, где документально разбиралась предыстория грузино-осетинского конфликта. Ну а в этом выпуске вы узнаете. Что важнее, право на самоопределение малых народов или же территориальная целостность государства? Правда ли, что грузинский президент Гамса Хурдиа называл осетинский народ мусором? И насколько законно Грузия вышла из состава Советского Союза? Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы узнать все детали. Не забывайте комментировать, ставить лайки и подписываться на канал. А мы начинаем. Как вы помните из прошлой серии, Юго-Осетинская автономная область была создана на территории Грузии в 1922 году, через год после того, как она была оккупирована большевистской Россией. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что это новообразование воспринималось грузинами исключительно как Российская оккупационная администрация, которая должна была быть упразднена сразу после восстановления утраченной независимости. И вот когда в 80-х годах прошлого века по всему СССР стали организовываться национально-освободительные движения, судьба искусственно созданных советских автономий в союзных республиках оказалась под угрозой. Но в таком случае Москва лишилась бы рычага давления на южного соседа, и потому было принято решение сыграть на опережение. 10 ноября 1989 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской АО постановил преобразовать область в автономную республику. Повышение статуса региона ставило перед собой целью помешать Грузии выйти из состава СССР целиком. Именно эту дату можно считать точкой отчета современного грузино-осетинского конфликта. Разумеется, подобное решение ни малейшим образом не соответствовало интересам местных жителей, которые полностью зависели логистически от других грузинских регионов и были отрезаны большим кавказским хребтом от России. В случае превращения административной границы в государственную вследствие выхода Грузии из СССР, юго-осетинские депутаты обрекали свой край на экономическую блокаду с трех сторон. Единственной дорогой жизни во внешний мир стал бы новенький Рокский тоннель, предусмотрительно построенный за пять лет до описываемых событий. Но давайте предположим, что Совет народных депутатов Юго-Осетинской области состоял из исключительных мазохистов и действовал так по своему желанию, а не по приказу из Москвы. В любом случае, даже согласно советскому законодательству, автономная область не могла самостоятельно изменить свой статус. А президиум Верховного Совета Грузии юго-осетинские мечты отклонил. Но это был лишь первый звоночек разгорающегося конфликта. Становилось понятно, что просто так Грузию никто не отпустит. Масло в огонь подливало их волнение гражданского населения. Среди грузин распространялись вполне себе обоснованные опасения, что не сегодня-завтра Москва попытается оторвать часть грузинской территории с помощью осетинских сепаратистов. Спустя две недели после попытки изменить статус автономной области, будущим президентом Грузии Звиадом Гамсахурдиа был организован так называемый Марш на Цхинвале. На самом деле он практически никак не выделялся из череды гражданских инициатив конца 80-х, но благодаря советским СМИ из него сделали как минимум факельное шествие штурмовиков СС времен Третьего Рейха. Большая часть шокирующих фраз, которая была прописана Гамсахурдиа, появилась именно во время этого события. Самые известные из них звучат следующим образом. Грузия для грузин, осетин и вон из Грузии. «Осетинский народ – мусор, который надо вымести через Рокский тоннель. Осетины испугались, и это вполне логично, так как они преступники. Осетины – необразованные, дикие люди». Эти, с позволения сказать цитаты, разлетелись посредством массовой информации так успешно, что в каждом интервью до конца своей жизни Гамсахурдиа приходилось их опровергать. Но, как и водится в российских СМИ, ни одного подтверждения, что Звиад действительно говорил эти слова, за 30 лет предоставлено не было. А тот самый источник, который любезно передал этот материал общественности – никто иной, как российский политолог и специалист по Кавказу Сергей Маркедонов. Как неожиданно, что единственным человеком в грузино-осетинском конфликте, который может подтвердить, что Гамсахурдиа – фашист, внезапно оказался российский политолог. Никогда такого не было, и вот опять. «Когда пресса ограничена в своей деятельности, то идут ошибки и не только по Грузии, но и по другим суверенным государствам. Может, вы что-то по этому поводу хотели бы высказаться? Пожалуйста. Видите ли, я бы не назвал это ошибками. Это какая-то целенаправленная тактика. Вот постоянно, упорно передаются по центральному телевидению информации, якобы каждый день, по сей день, идет обстрел цхинвали, артиллерии и ракета. Это настолько чудовищная ложь, что вся Грузия, вот я уверяю вас, вся Грузия смеется каждый день, когда слышит вот эти дезинформации. Я вас прошу, приезжайте к нам, мы повезем вас, и чтобы не усомниться вот в нашей объективности, мы дадим вам возможность поговорить с командованием внутренних войск советских, внутренних войск, которые базируются в Цхинвалии. Я удивляюсь, почему по сей день у вас не родилась мысль спросить вот именно этих людей, которых никак нельзя назвать грузинскими боевиками или грузинскими националистами, как иногда это говорят у вас. Почему вы не хотите узнать правду у них? Какие ракеты могут быть там? Какая артиллерия есть у Республики Грузии? И тем более, иногда даже говорится, что чуть ли не Владикавказ, то есть под обстрелом наших ракет. И вот это очень, очень, так сказать, порождает такие сомнения, что целенаправленно все извращается, фальсифицируется, и это все преследует какие-то очень далеко идущие цели. Но информационная война тем неэффективна, что достаточно запугать доверчивое население страшным врагом, а дальше оно будет подчиняться беспрекословно. С этого момента начинается фаза конфликта, которую можно назвать «борьба законов». В 1990 году депутаты Юго-Осетинской автономии провозглашают республику непосредственно в составе СССР, приостанавливают действия грузинского законодательства и бойкотируют выборы в Верховный Совет Грузии. По сути, сепаратисты уже открыто отказываются подчиняться Тбилиси и взывают о помощи Москву, которая вводит в столицу автономии внутренние войска. На этот выпад Грузия отвечает упразднением Юго-Осетинской автономии и пытается блокировать Схенвали. Горбачев, в свою очередь, издает указ, в котором говорится о непризнании административных изменений в Грузинской ССР, как со стороны автономии, так и со стороны республиканского центра. Тем не менее, 23 марта 1991 года председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин прибыл в Грузию для решения сложившейся ситуации, где встретился с Азвиадом Гамсахурдия. На этой встрече была выражена поддержка ликвидации Юго-Осетинской области. А осетинские сепаратисты были названы незаконными бандформированиями. В результате согласования совместных действий по стабилизации обстановки в регионе бывшей Юго-Осетинской автономной области стороны договорились о следующем. Первое. МВД РСФСР и МВД Республики Грузия создать в течение 10 дней совместную комиссию для изучения обстановки в указанном регионе и объективной оценки ситуации в срок до 20 апреля сего года. Второе. МВД РСФСР и МВД Республики Грузия до 10 апреля создают совместный отряд милиции для разоружения всех незаконных формирований на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области. Протест Горбачева против упразднения осетинской автономии на территории Грузии ознаменовал собой политический тупик, когда есть три уровня власти – всесоюзный, республиканский и областной, а взаимопонимания между ними нет. Область отказывалась подчиняться республике, обращаясь за защитой к руководству СССР, а республика, в свою очередь, отказывалась подчиняться Союзу и провозгласила независимость от него 9 апреля 1991 года. И вот именно на этом этапе возникают все юридические споры о том, кто же прав по бумагам. Давайте разбираться. Прежде всего определимся с тем, законно ли Грузия вышла из состава СССР. Для этого открываем Конституцию Грузинской Советской Социалистической Республики и в седьмой главе находим 68-ю и 69-ю статью. Грузинская Советская Социалистическая Республика. Суверенное Советское Социалистическое Государство. Грузинская ССР. Сохраняет за собой право свободного выхода из СССР. Тут же обратим внимание на статью 70, 71 и 73. Территория Грузинской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между Грузинской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению с соответствующими республиками, которая подлежит утверждению Союзом СССР. В Грузинской ССР состоят Абхазская Автономная Республика, Аджарская Автономная Республика и Юго-Осетинская Автономная Область. Грузинская ССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы административно-территориального устройства. Из всего вышеперечисленного следует, что, во-первых, Грузия, будучи союзной республикой наравне с РСФСР, могла свободно выйти из состава Советского Союза. Во-вторых, все внутренние дела Грузии не могут решаться без ее согласия. Потому автономии типа Абхазии или Южной Осетии – это ничто иное, как внутреннее дело Грузинской ССР. Хоть жалуйся ты в Москву, хоть нет. Пока мы увидели Конституцию Грузии, но что насчет Конституции СССР? Давайте откроем 8 главу, 72 статья. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. 9 глава, 78 и 79 статья. Территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия. Союзная республика определяет свое краевое, областное, окружное, районное деление и решает иные вопросы административно-территориального устройства. Как мы видим, согласно Конституции СССР, Грузия могла свободно выйти из Советского Союза. А ее территория и административно-территориальное устройство не может быть изменено без ее согласия. Поэтому, когда 31 марта 1991 года в Грузии состоялся референдум по вопросу восстановления независимости, и на нем 99% проголосовало «за», это было абсолютно законным действием, основанным на Советской Конституции. 9 апреля 1991 года Верховный Совет принял акт о восстановлении независимости, и Грузия вышла из состава Советского Союза вместе со своими автономиями. Все документы, принятые после этой даты, могут и должны рассматриваться исключительно в рамках грузинского законодательства. Прошу заметить, что в данном примере я рассмотрел законность действий Грузии, опираясь только лишь на советское законодательство. Но у этой монеты есть и вторая сторона. Даже если бы советские законы запрещали союзным республикам провозглашать независимость, Тбилиси без каких-либо усилий мог бы апеллировать к московскому договору от 7 мая 1920 года между РСФСР и Грузинской Демократической Республикой. Согласно этому документу, Россия признает независимость Кавказского государства и отказывается от любого вмешательства во внутренние дела южного соседа. Граница между двумя этими странами проходит исключительно по Кавказскому хребту. А в составе Грузии нет ни Абхазской, ни Юго-Осетинской автономии, так как их создадут большевики уже после оккупации. Это был последний легитимный документ между Россией и Грузией до аннексии в 1921 году. Все действия, произведенные коммунистическим режимом, не имеют никакой юридической силы и должны рассматриваться как оккупационные. Следовательно, после выхода из состава Советского Союза Грузия имела и имеет все законные основания ликвидировать автономии на своей территории, как пережиток советского режима. 21 декабря 1991 года принимается Алма-Атинская декларация, которая подтверждала Беловежские соглашения и распад СССР. В тот же день самопровозглашенные власти Южной Осетии объявили о своей независимости. С этого момента юридическая ситуация складывается следующим образом. Советский Союз прекратил свое существование, потому так называемая Южная Осетия больше не может апеллировать к Москве. Грузия уже как полгода независима и все ее признали в существующих границах, то есть вместе с Абхазией и Южной Осетией. Понимая безвыходность ситуации, сепаратисты сперва обращаются к России с просьбой принять их в свой состав, а после в очередной раз провозглашают независимость в 1992 году, только на этот раз уже апеллируя к праву на самоопределение народов, предусмотренное статутом ООН. Если первый российский миф заключается в том, что Грузия якобы не имела права выходить из состава СССР или же вышла из него без своих автономий, то второй миф упирается в самоопределение национального меньшинства, которое якобы имеет право на государственность. Прежде чем мы разберем этот вопрос, я напомню, как поступила Россия с чеченским народом, когда он попытался реализовать свое право на самоопределение. Страна, которая на словах так сильно переживает о правах нацменьшинств и как из конвейера создает на территории своих соседей псевдореспублики по типу ДНР, ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии в рамках собственного государства утопило в крови чеченцев, возжелавших себе независимость, предварительно обозвав их всех террористами по национальному признаку. Но вернемся к международным соглашениям. Как вы, наверное, знаете, есть два принципа, которые на первый взгляд противоречат друг другу. Право на самоопределение и принцип территориальной целостности государства. На самом деле противоречия как такового здесь нет. Проблема заключается лишь в неправильной манипулятивной трактовке этих принципов. Право на самоопределение не значит, что любой народ, который проживает компактно в той или иной части Земли, может на законном основании становиться сепаратистами и требовать отделения от существующего государства. Это даже звучит абсурдно, так как чуть ли не в каждой стране есть нацменьшинства или регионы со смешанным населением. И если каждый из них воспользуется такой трактовкой, то завтра же на планете наступит хаос. Данное международное право было создано в попытке остановить империализм и колониализм, и по большей части относится к уже существующим государствам. Если сказать проще, это право гарантирует каждому народу законность отстаивания своих границ, и если влиятельный сосед захочет оттяпать вашу территорию, то по международному праву он будет считаться агрессором, а вы – защитником своего. Что касается создания новых государств, то это право реализуемо для колониальных территорий и регулируется декларацией о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 1960 года. Чтобы разобраться, кто может претендовать на это право, а кто нет, стоит обратиться к термину «коренные народы». Напоминаю, что согласно большой юридической энциклопедии, коренными могут называться народы, которые обитали на определенных землях до прихода туда переселенцев из других мест. Именно поэтому чеченцы, будучи коренным народом в Чечне, имеют право на отделение от России, а осетины такого права в Грузии не имеют, так как поселились на территории Цхинвальского региона примерно в то же время, когда и русские на территории современной Чечни. Собственно, исходя из всего вышесказанного, вы уже, наверное, догадались, что Декларация о независимости Южной Осетии осталась проигнорирована международным сообществом. А 31 июля 1992 года Грузия благополучно вступила в ООН со всеми своими территориями, включая и Абхазию, и так называемую Южную Осетию. Но пока юго-осетинские сепаратисты искали, кому бы пожаловаться, чтобы присвоить себе грузинской земли, дело не ограничивалось лишь борьбой законов. Новый 1992 год Грузия встретила военным переворотом и началом гражданской войны, которая продлится следующие два года. Мятеж был поддержан и, может быть, даже организован Россией, которая осталась единственным выгодополучателем от дестабилизации Кавказского государства. Пока грузины из лагеря Гамсахурдия боролись с грузинами из лагеря Шеварнадзе, свои головы подняли все те, кто кормился из московских правительственных кабинетов. Чувствуя отсутствие наказания, в Абхазии и так называемой Южной Осетии местные бандформирования приступили к этническим чисткам грузинского населения. Автономией наводнились северокавказские добровольцы, которые, прикрываясь иллюзорными мотивами, выполняли всю грязную работу в составе российской армии. Через границу обильно завозилось оружие для снабжения местных сепаратистов. Не будет преувеличением сказать, что в тот момент грузинское государство, раздираемое тремя войнами одновременно, находилось на грани своего существования. Российские СМИ показывали расстрел беженцев в Назарской дороге, где погибло 30 человек, и называли это геноцидом осетинского населения. При этом убийство десятков тысяч и изгнание четверти миллиона грузин из Абхазии оказалось абсолютно незамеченным для российских камер. Важно отметить, что гибель каждого невинного человека – это трагедия. Но слово «геноцид» используется России по отношению даже к самой малой жертве с целью нивелирования настоящего массового истребления грузинского народа. Все вот так перевели, все забрали, что у меня было. Кто? Осетины, кто? Грузинов там нет. Грузинам нет. Я вчера чуть телевизор не разбила со злости. Передаются во время. Нападают на осетинов. Какой грузин? Все вот так встал, как осетин. Все там они черствуют. Что наши эти солдаты думают? Мы часто видим их пьяные. Часто видим не то место. Приезжают Ередвы, приезжают деревни. Бьют мирные населения. Бьют. За что? Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что делают здесь советские солдаты? Советские солдаты здесь грабят. Помогают осетинскому населению, чтобы защищать русские населения детьми, женщинами. И мужчин, мужчин, мужчин поймают, бьют, убивают. Дети, а мы еще... Россия с бульсами уходят. А откуда осетины свои оружия? От советской армии. Осетины берут, по-моему, мнение из советской армии. Время передают, что цель и ночь непрекратно решалась стрельба ракетами, гранатометами и всякими такими тяжелыми оружиями. Почему они не дают? Кто стреляет этим оружием? Кто? И кто кого снабдил? Осетины стреляют по законным милицейским частям, которые пришли наводить порядок. А почему послали сюда военных тогда? Ну, а кто послал? Послали военных, чтобы их помочь. Выходят так. Они заинтересованы, чтобы эту землю с тобой увезти, присоединяясь в СССР. Выходят и поддерживают советскую армию. Передали через кого-то, что вселяют в мой дом, вселяют кого-то, иди, обрати внимание. Торрес Кулумбегов сидит, прием у него там, не знаю, где он сидит, прием. Бывший тот, которого избрали президентом республики и раздает квартиры. Почему они мою квартиру? Как я с одним ребенком, с ребенком, на первом этаже стрельба вокруг, идет оттуда, пулемет стоит наверху, нас в город не пускают. Как я буду там сидеть? На каком основании, кому он дает? Почему об этом во времени не говорят? Грузины, говорит, и осетины друг друга говорят, где там грузин? Старики одни остались, эти избитые, оскорбленные, вон сколько их бегут оттуда, и никто на них внимания не обращает. Ни грузинские власти, а тем более, ни московские власти. Милиционер в дом зашел, жгут дома. Пацаны бегают. Почему пацаны бегают? А это все сверху идет. Где вы сейчас живете? В деревне я у родственников живу. Вынуждены были избежать. Избежать, конечно, там стрельба идет. Всю ночь вокруг стреляют, убивают. Оскорбляют, бьют. Сколько вчера с разбитой головой вытащили мужчину оттуда. Защищать будем. От кого они защищают? Рядом с Ансетинами живу. Я с ними общаюсь с детства с ними. И по-стински, нету никакой разницы. Какая разница между нами? И он им дает. У нас, говорит, отличие. На наших БТРах стоят прожекторы и белые привязанные эти. В деревню приехали солдаты ночью. В деревне приехали, напали, избили, отобрали. У кого что было. А что? Я бы где нашла сейчас оружие, я бы тоже пошла. Человек защититься должен. У меня двое детей, я ради них живу, мучаюсь. У меня что? Одежда есть. Вон в чем я хожу. Там комендантского часа нету, на бронетранспортерах приехали. Солдаты издеваются, бьют людей, забирают. Какое они право имеют? Сидят у них там эти пьяные солдаты. Солдаты для меня. У наши дети тоже в армии служат. А потом еще удивляются. Почему не хотят? Почему не любят солдат? За что нам их любить? Если вон Осетина защищает солдат, что я сделала? Я так же работаю. Я ни у кого ничего не ворую. Ходят, разграбили все дома. Кто-то потом кровью зарабатывает. И они стоят и всю жизнь зарабатывали. Люди что-то добились и сейчас нету ничего. Численность жителей так называемой Южной Осетии всего лишь несколько десятков тысяч человек. Но в условиях гражданской войны и войны в Абхазии, Грузия была не способна быстро перекрыть российскую границу и остановить снабжение сепаратистов. Поэтому 24 июня 1992 года идет на подписание сочинских соглашений с Россией, которые по факту замораживали конфликт с сохранением статуса КВО. Схенвальский регион де Юра остается в составе Грузии, и Россия с этим соглашается. Но фактически контроль переходит к российским миротворцам, которые сыграют ключевую роль в войне 2008 года. К началу 1994 года в Грузии утихли войны, и страна начала долгий путь к восстановлению после пережитого шока. Экономический упадок, сотни тысяч беженцев и подъем криминала. В 90-х годах Грузии было не до оккупированных территорий, потому в течение 10 лет вокруг Цхенвальского региона установился шаткий, но мир. Все поменялось в 2003-м, когда в стране произошла революция Розы, у власти оказались молодые прозападные политики во главе с Михаилом Саакашвили. Одной из целей, которые он ставил перед собой – восстановление территориальной целостности. За время спокойствия непризнанная Южная Осетия стала рассадником контрабанды, и с этим было решено покончить. Перекрытие потока в нелегальной торговле нанесло серьезный урон теневому бизнесу, и Россией данный шаг был воспринят как ущемление собственных интересов в регионе. Начинается этап, который принято называть «торговые войны». Северный сосед всячески пытался подорвать грузинский бизнес запретами на импорт вина и минеральных вод. Вместе с тем жителям оккупированных областей стали массово раздавать российские паспорта, что еще больше отдаляло их от Грузии. В результате большая часть молодежи просто покидала серые зоны и переезжала в Россию. Михаил Саакашвили предлагал дипломатическое решение конфликта путем интеграции Цхинвальского региона на правах широкой автономии, но это как раз то, чего Москве хотелось меньше всего. В то же время осетинские сепаратисты оббивали пороги российских чиновников, пытаясь выпросить приглашение в состав Российской Федерации. Но и это не входило в интересы последней. К тому моменту даже тем, кто далек от политики, стало ясно, что эти автономии с непонятным статусом нужны лишь одному игроку и для одной цели. У сепаратистов и мысли не было о независимости. Их цель оказаться в составе России и сесть на бюджетные потоки, чтобы обеспечить своих правнуков. Грузия, понимая сложность ситуации, готова была даже на восстановление автономии, лишь бы убрать со своего тела эту раковую опухоль нестабильности. Но нестабильность это и была цель, все согласно имперским канонам. К 2006 году политика сепаратистов поменялась уже в четвертый раз за 15 лет. Если изначально они хотели быть 16-й союзной республикой в составе СССР, потом решили стать независимыми по праву на самоопределение, чуть позже начали проситься в состав России, и в конце концов риторика свелась к мольбе защитить российских граждан и русскоязычных, так как населению предварительно были розданы российские паспорта. В середине нулевых территория Цхинвальского региона частично контролировалась российскими миротворцами, а частично грузинскими военными. Но политическая ситуация зашла в тупик. Каждые пару месяцев происходили инциденты и столкновения между сторонами, и становилось понятно, что двоим в этом регионе тесно. Кому-то нужно подвинуться. Миротворцы, которые по факту выполняли функцию оккупационного контингента, хозяйничали как у себя дома, и на любые замечания с грузинской стороны грозились применением оружия. Известное выражение гласит, Если в начале пьесы на стене висит ружьё, то к концу пьесы оно должно выстрелить. Об этом мы с вами и поговорим в следующем выпуске. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. А на этом у нас всё. Мир вашему дому! Субтитры создавал DimaTorzok